Деньги на покупку квадратных метров сиротам выделяет краевой бюджет. После того, как Министерство образования сформирует списки нуждающихся, администрация Красноярска может купить недвижимость. Загвоздка в федеральном законе. Сделать это можно только через аукцион. Завиться могут даже частные лица. Правда, путь сложный. Нужно иметь электронную подпись и внести 5-процентное обеспечение. Мало желающих и среди застройщиков. К проблеме подключились депутаты горсовета. Депутаты городского совета приняли решение на последней комиссии по градостроительству о том, что нужно работать с застройщиками. Но проблема здесь, наверное, в этой заорганизованности, заформализованности. Потому что как только застройщик определяется, что он захотел построить жилье, то построив его и отдав детям, начинаются такие проверки, которые не хочет ни одно предприятие выдерживать. Поэтому им проще отказаться от участия в аукционе. До конца этого года квартиры в новом доме получат 153 человека. Депутаты горсовета говорят, чтобы процесс шел быстрее и проще, нужно менять федеральный закон. Например, убрать обязательное обеспечение заявки для участия в аукционе обычным красноярцам. Либо вообще отказаться от сложной процедуры закупок и выдавать сиротам сертификаты на жилье. Это поставило бы их в ряд тех программ, по которым приобретается жилье для многодетных, для военнослужащих. И они могли бы использовать эти жилищные сертификаты, уже имея свои средства, беря ипотеку или материнский капитал. И таким образом они могли бы приобрести жилье, которое подходит им по месту проживания, по квадратуре, по качеству жилья. Эта тема на особом контроле депутатов горсовета. Еще раз ее обсудят на следующем заседании профильной комиссии 27 ноября. Анастасия Тили, Павел Пателицын, Енисей Новости.